Оборона Сюника В конце мая 1920 года Республика Армения под давлением советского правительства вывела армянские воинские части из Арцаха, а 10 августа обязалась вывести войска также из Зангезура. Именно в это время Европа с Северским договором обязала Турцию возвратить Армении территорию Эрзерумского, Ванского, Трапезонского и Бетлийского вилоедов, соответствующую указанной на карте в арбитражном решении, приготовленным планом Вудра Вильсона. Если бы Зангезур также был присоединен к Азербайджану, то объявленный нейтральной зоной Лори тоже должен был быть, по примеру Джаваха, присоединен к Грузии, после чего территория Республики Армения составила бы менее 10 тысяч квадратных километров. В этом случае Армения не получила бы статус республики. Когда правительство Республики Армения под давлением большевиков сдало Зангезур Азербайджану, Гарегин Жде, чтобы предотвратить окончательный раздел Армении, 9 октября 1920 года с 20-30 бойцами, возобновив борьбу со склоном горы Хустуб против превосходящих турецких сил в течение 45 дней, очистил Зангезур от врага. Имея в своем распоряжении в сотни раз меньше сил, оружия и боеприпасов, нежели противник, Нжде освободил около 200 деревень, фактически разбив неприятеля. Противник в Гохтане, Сюнике, Вайке, а также Арцахе потерял 15 тысяч человек, 7 тысяч были взяты в плен. Точно так же, как вардопед Камитас возродил армянскую музыку, а то Ростораманян армянскую архитектуру, так и Гарегин Нжде возродил обет мамиканянов, назвав его Цегагрунутюн и Тарунаканутюн. Нжде в своей программе говорил, что каждый армянин должен быть хозяином своей родины. Таким образом, Бог, нация, родина обобщают его идеологию в трех словах.